Как ваше имя и отчество? Она говорит, так Юлить начала и показывает на повестке своей, вот и вот мое имя и отчество. Секретарь Юлить уже получается в теме. То есть отказалась признать себя персоной, без лицом? Вы Дмитрий Анатольевич вроде Надежкин, я говорю нет, я живой человек с именем собственного Дмитрия, говорят. То есть они насторожились уже в начале, ну под принуждением, под вашу ответственность. Я написал, я хочу, чтобы суд отменил постановление. А с тобой начали договариваться? Ну да, она такая, ну если вы заберете вот эти волеизъявления, то все решится в твою поле. Становление отменить. А, то есть победа, выиграл. Да. Ты где-нибудь такое видел? Ну нет, конечно. Я не видел. Как бы ты выиграл вот этот процесс без моего видео, без моих наставлений? Навряд ли бы я выиграл. Я рад, что я немножко чуть-чуть причастен к этой победе. Но это не чуть-чуть, это полностью твоя заслуга. Я тебе сразу скажу, это не мои знания, это наши знания, всеобщие. Я все ждал, когда же, когда же поступят, кто же первый осмелится. Она меня заходить. Я говорю, а где судят? Вы меня приглашаете с сохранением всех прав и свобод? Если ты приглашаешь, то все, никакого преступления нет. Даже по законам РФ. Приставы были? Нет никого, мы наедине были. Один на один опять? Ты сказал, что за тобой стоит Творец, а против Творца она не может попереть никак. Я говорю, а как я могу доверять суду? Она мне с подписью Путина приносит туда сверенник. Назовите закон, где прописано, что я обязан что-то тут подписывать. 99% подписывают, все не глядят. Так вот, чтобы таких грабежей было как можно меньше и таких физических лиц было как можно меньше, вот для этого мы и трудимся. И просыпались, и осознавались, что они живые, что они мужчины и женщины, а не какая-то бумажка под названием паспорт. Ну а кто этим будет заниматься? Я вот занимаюсь, я стараюсь для вас, чтобы у вас вот такие результаты были, чтобы у нас у всех были такие результаты. Так, ну что, рассказывай, ты говоришь, мои документы сработали, да? Ну да, получилось так. Ну хорошо, что ты выложил, конечно. Я так думал, думал сам, все-таки видео смотрел твои. Ага. Хотел все-таки из твоих слов вот эти документы сделать. Подожди, подожди, давай сначала представься, пожалуйста. Ты откуда? Дмитрий, Дмитрий, в Самаре я живу. Ага, ты какие документы взял? Вот эти, то, что я выложил, ходатайство на первое и второе заседание, волеизъявления, так называемые, со словами «я хочу», да? Да, я вот в том-то и делал, что «я хочу» и 19 вот этих вопросов в суде как раз. Ага. Вот, и получилось как, то есть у меня были свои волеизъявления там, то есть... Ну, суть объясню, административка по ГИБДД идет. Ага. Я в роли защитника по доверенности от человека. Ага. Вот там какая суть в чем. То есть, они, дело в том, что, ну, как бы знаниями не обладал, они были, как бы, в суд отправлены по обычным канонам, то есть там, не в качестве живых и всего остального этого. А уже прихожу я туда, ну, уже, грубо говоря, информация появляется, уже прихожу уже с другими документами, где там уже, как бы, со стороны живых. Ага. И, то есть, ну, везде хочу, то есть не требую нигде, не согласен, естественно, тоже не указываю я. Вот. Ну, я по загранпаспорту, то есть туда захожу, в суд. Это какой суд? Городской или мировой? Это районный. Районный. И что ты прошел в канцелярию, какие документы дал? Объяснил. В Самаре сейчас канцелярию якобы документы не принимают, они здесь вот эту тему проповедуют. Вот в этот суд попал, говорю, в канцелярию могу документы оставить, они такие, ну, позвоните по телефону, то есть, телефону говорят, что не принимают, а по факту, то есть, если ты захочешь, опять же, волю проявишь, получается, все по-другому, обман идет, то есть. Ты волшебные слова применял, я хочу? Да, 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 да суть-то в чем, я просто, как бы, документы подготовил, твой документ 1, 19 вопросов. Я взял, которые в начале, когда процесс еще не начался, вы доверяете суду? 19 документов, подтверждающих личность должности полномочия. Да, ну, зашли, естественно, опять же, хитрость. Секретарь заходит, заполните объяснение там, административно, то, что ты не согласен. Есть такая бумажка, они подсовывают, чтобы ты расписался. Но дело в том, что я эту переформатировал, бумажку, более явление наверху, над объяснением написал. Ну, соответственно, от живого, фамилии, имя, отчество зачеркнул, то есть, вот там, где вот эти внизу указаны. Ручку какого цвета использовал? Ручку я синюю обычно. Ихнюю, да? Нет, свою. Ихняя рядом, она на шнурочке. Вот, и получилось, что, как бы, написал, она говорит, ну, что здесь писать? Я говорю, я же административно про нарушение, нет, не нарушал же. Ну, она, я же, получается, как по доверенности. Они меня, вы защитник, представитель, я по доверенности. То есть, не говорю я то, что я защитник, представитель или еще что-то. Правильно. И доверенность надо показывать. Правильно. По некой доверенности, то есть, доверенность на словах. Да, но тут суть-то в чем я, как бы, так особо, это... Дело в том, что в начале, в суд меня, там же за грамм паспорта нет прописки. Меня бабушка, эта женщина, там, как говорится, спрашивает, а вы скажите со слов в ваше место жизни-то? Я говорю, я вам сказать не могу. Тут пристав подорвался, пошел спрашивать у судей, типа, как нам вопрос этот решить, устать меня или нет. То есть, они насторожились уже в начале, когда я уже, как бы, начал, то, что под принуждением, под вашу ответственность, ну, через замок. Я говорю, мимо рамки могу пройти? Они говорят, нет. Ну, под принуждением, под вашу ответственность, все так. Ну, пропустили, значит, получилось так, что, во-первых, кабинет не соответствует по повестке, где проходило заседание. Подожди, подожди, давай по канцелярии. Ты пришел, пытался подать документ, вот этот 19 документов, подтверждающих личность, должность и полномочия, тебя попросили писаться в каком-то неком документе, неком расписке. Ты как там расписался? Ты использовал вот эти буковки С, Бай? Я написал, я хочу, чтобы суд отменил постановление. Вот эти слова я написал там. Ну, остальное там, там же объяснение длинное, там как бы ты можешь писать. Зерп поставил большую, ну, чтобы они не дописали ничего там. И в конце, значит, тоже без ущерба, без акцепта, под вашу ответственность, под принуждением, живой мужчина, именем собственным Дмитрий. То есть вот так. Молодец, молодец. Ну вот, и передал это, дело в том, что я спросил у секретаря, когда спросил, говорю, как ваше имя-отчество? Она говорит, так юлить начала и показывает на повестке своей, вот мое имя-отчество. Секретарь уже, получается, в теме. То есть отказалась признать себя персоной, без лицом. Да, я же, я же, у меня-то видео как бы работало, все, запись-то шла. А у тебя есть видео? Ну, у меня, ну, такое видео, да, и звук, и видео все есть с самого начала. Без звука? Со звуком. То есть, ну, просто камеру я не направлял, понимаешь? А, ну, ничего страшного, пришли, это я перемонтирую. Она ушла, я вот этот документ заполнил, факт то, что судей-то в зале суда не было. Вот в этом кабинете, грубо говоря, во-первых, номер кабинета был другой автоматически, мне не понравилось вот это, что в повестке указано и по факту. Все правильно, мне так же. Вот, естественно, я на всякий случай номерок записал этой комнатой, и получилось, что она мне заходить, я говорю, а где судья-то? Она, вам еще тут надо вот этот вот документ заполнить, она говорит, а потом она уже придет, как бы. Ну, я заполнил, говорю, я тогда выйду, я не буду без судей здесь оставаться. Именно в суде мы заседали, где флаги стоят. Да, ну да, на корабле я без судей не стал оставаться один. Вот зря, вообще не надо было туда заходить, это проникновение на чужую территорию. Если бы она тебя там застала, у тебя бы статус, ну, вора был, грабителя. Я так и подумал, я так и подумал, и, естественно, там никого не было, она вышла, я сразу же вышел, уже, и ждал уже, когда она из другого кабинета уже выйдет, и уже зайдет уже в зал, где процесс проходит. Ну, естественно, сказал это самое, вы меня приглашаете с сохранением всех прав и свободы. То есть вот так ответила она чего? Она ничего не ответила, как будто не обращает внимания. Тоже зря, надо обязательно добиваться от нее реакции. Вы приглашаете, надо, чтобы под аудио, под видео она озвучила, что да, приглашаю. Тогда с твоей стороны нету так называемого преступного действия, проникновения на чужую территорию. Вот этот момент я не знал. С другой стороны, она промолчала, то есть возражений не высказала. Ну, нет, ну она, я оферту свою сделал, она промолчание, она, получается, акцептировала. Ну, это спорный вопрос, потом могут быть разночтения, разнослушания и так далее. Нужно, чтобы она обязательно под видео сказала, что да, приглашаю, проходите, конечно. У меня слышала, она же несколько раз, да, да, проходите, проходите, я вас приглашаю, проходите, проходите. Ну, да, ты на пороге стоишь, специально ждешь, получается. Да. Все, я понял, этот момент, это хорошо. Я тогда как бы тоже на заметку возьму. Ну, это представь, это вот на себя пример ту же ситуацию. Без звонок в дверь, ты открываешь, там стоят непонятно кто, и берут сами, заходят без твоего разрешения. Что ты сделаешь? Конечно, полицию вызовешь. Объявишь их преступниками, правильно? А так они стоят, спрашивают, а можно зайти? Если ты приглашаешь, то все, никакого преступления нет, даже по законам РФ. Ага, все, я понял, понял, смысл. Ну, и как бы зашел, подготовил вот эти волеизъявления у меня, вот как раз первый документ, это вот твой был, 19 вопросов. Ну, и она как бы начала, я говорю, можно мне? Она раз меня остановила, ну, вроде я думал, сейчас она начнет процесс. Ну, так, типа меня отдернула, типа я говорю, начала, вы там доверяете суду, ну, вот в этом начале то, что говорят они. Я говорю, а как я могу доверять суду, если я как бы не удостоверюсь ваших полномочий вообще? У вас удостоверение вашего, не видел паспорта, не видел вашего. И у меня в связи с этим волеизъявление, то есть попрошу вас ознакомиться, посмотреть этот документ. Ну, она говорит, ну, принесите. Ну, вот я принес. Нет, 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 смотри, ошибочка, старайся слова прошу, попрошу, требую, не использовать. Я хочу. Ну, по-моему, может быть, я даже я хочу, сказал. Я хочу вот этот документ приобщить к материалам дела, вот так и сказал. Вот, она как бы, ну, принесите, я принес ей, потом, ну, она, я так понял, бегло посмотрела, там, там гражданин СССР. Подожди, 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 принесите, а приставы были? Нет никого, мы наедине были. Один на один опять? Да. Надо было, понимаешь, вот она тебя попросила, принесите. Надо было вот эту ее волю не исполнять, а сказать так, типа, не, я вашу просьбу отклоняю, я вот сам хочу вам передать этот документ, поэтому я подойду. То есть, ты свою волю выполняешь, отвергаешь ее волю и говоришь, что будешь свою волю исполнять. Все, все, то есть, я хочу, то есть, это как бы вашу отвергаю волю, а вот я хочу, я сейчас подойду и вам документ этот принес. Да, да, да. То есть, ты понимаешь, вот она, она тебе может говорить, там, встаньте, присядьте, попрыгайте, потанцуйте, отожмитесь, подойдите, отойдите, поднимите правую руку, станцуйте лезгинку, еще ничего не соглашайся. То есть, перекручивать, в крайнем случае перекручивать. Да, все перекручивать на свою волю. Пока моей воли не будет, я ничего не сделаю. Все понял, перекручивать на свою волю, это тоже, я тебе запомню. Ну и, как бы, я начал, там, сочинил волеизъявления, ну, соответственно, у нас, где камера видеофиксации здесь, организация, она вообще, как бы, по этому адресу не находит, то есть, и выписки этого подразделения тоже нет, но по документам оно относится МВД Самарской области, главное управление МВД, это их филиарм, получается. Ну, это все детали, о чем были изъявления? Ну, как детали, ну, суть-то в чем, что те, кто люди там, грубо говоря, какие-то манипуляции делали, выписывали постановление, у них доверенности вообще-то не было. от данной организации, это же юрлицо по выписке. Ну, это все ясно, меня интересует, вот как в суде ты, как сработали-то документы, что тебе сказали-то в итоге? Ну, вот я, дальше, я начал, вот, грубо говоря, вот это вот волеизъявление, чтобы она истребовала полномочия этих людей. Потом, значит, перед этим суд был, перед этим, там судья отклонила, значит, ну, там ходатайство еще было, о том, чтобы восстановить сроки от жалобы. Она, короче, зарубила мне этот ходатайство. Я говорю, ну, вы зря так сделали, я говорю, вы просто, говорю, время растянете, все равно через апелляцию и возвратят вам. Там они же судят документы, я с материалами дела посмотрел, там скриншот из телефонов, представляешь? Скриншот из телефонов и бумаги, не подписанные должностными лицами. Скриншот заверен кем-то? Ничего не заверено. И документы, вот, чтобы без их присутствия провели заседание, не подписан. Человек с должностью указанным, по росписи ни на одном документе нет. Они по этим документам судят людей, представляешь? Ну, ясно, ясно. Это все, я тебе говорю, это все детали, которые всем известны, что полный беспредел в этих судах происходит. Как сработали документы? Второй документ, ну, у меня опять же свой, вот, который третий, я подал. Ну, и четвертый был у меня отвод по принципу твоему, что, как бы, судья неполномочия не подсвердил. Ну, соответственно, он там, значит, косменно как-то, ладно, с результатом связан, как бы, то, что вы в пользу других людей, а не в пользу мою. Ну, и суть, это я просто уже... И она говорит, ну, давайте мне все вроде. Мне же, говорит, придется каждый письменно отвечать на каждое. Конечно, с удалением в комнату совещательную. И я говорю, ну, давайте по-людски с вами решим, говорю, чтобы я ваше время не отнимал, вы мое, давайте вы мне скажите, удовлетворите вы жалобу или нет. Ей, говорю. Она не имеет права отвечать, она только в совещательной комнате имеет право принять решение. Но я, она, я говорю, ну, я ей говорю, давайте по-людски. Говорю, я не хочу ваше время отнимать. Она такая, ну, если вы заберете вот это вот, вот эти волеизъявления, типа, тогда вроде все это. Такое лицо у нее подобрело, бля. Я по-людски вижу, что она, как бы, это, аферту мне кидает. Если ты заберешь вот эти документы, которые ты мне на стол положил, то все решится в твою пользу. Так вот, вот так вот было. Нормально. По лицу видно. По лицу видно, просто. Сговор называется. Ну, сговор, она, опять же, выбор сделала. Я, я, я же, как говорится, в рамках закона, я же ее не требовал от нее там ничего и, как бы, таких слов не говорил. Слушай, а что за судья? Желаешь высветить ее? Да, ну, в принципе, нежелательно просто. Зачем? Просто, как говорится, знаешь, она так, как бы, слишком все легко и просто прошло, неинтересно. Понимаешь, вот чем. А чем закончилось-то? Ты согласился, нет, на эту аферту? Ну, я говорю, тогда я забираю эти, ну, волеизъявления. Она, я удаляюсь, короче, туда это. Я говорю, я тогда выйду, пока у вас не будет. Хорошо. Я вышел, ну, минут 10 она написала, это, вынесла решение. Так же все, я так же сказал, вы меня приглашаете. Все, зашел, ну, все, она зачитала, то, что удовлетворить ходатайство. Второй раз, когда ты, подожди, второй раз, когда ты попросил это, сохранение всех прав и свобод, она тоже ничего не ответила? Ничего не ответил. Заострей внимание на этом моменте. Ну, я понял теперь. Ну, то, что, да, обязательно вот это важно, и то, что она, и перекручивать ее пожелания. Так, и что, она вышла, вынесла результативную часть? Ну, все, она сказала, то есть, удовлетворить, ходатайство удовлетворить, постановление отменить. И то, что, если там кто-то не согласен, там он в областной суд пускай дает. А, то есть победа, выиграл. Ну, да, и получается, я благодарю, сказал всех присутствующих, ну, и как бы все, мы вышли, и все, и на этом процесс закончился. Ну, она, подожди, а в самом начале она личность твою устанавливала, документы показывала? Да, она, 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 короче, я, вот, самое интересное. Она мне говорит, ну, Дмитрий Анатольевич, вроде, Надежкин, я говорю, нет. Я говорю, я живой человек с именем собственного Дмитрия, я говорю, я соучредитель персоны Д.А. Надежкин, говорю. Вот, она такая, говорит, это, а что это за соучредитель? Вроде, как это так? Я говорю, ну, соучредитель, я соучредитель Российской Федерации, соучредитель, получается. Вот, она говорит, а тогда вас кто учредил? Слышь, ты, физическое лицо, тебя кто учредил? То есть, она пыталась маску на тебя навесить через эту фразу. Я говорю, я говорю, творец. Творец? Кто сотворил их. Творец, я говорю. Ну, в принципе, логично, да. Я говорю, творец. Ну, подожди, ну, ты зря так ответил, это как бы шутка юмора, но учреждает только физических, юридических лиц. То есть, у живого мужчины нет учредителя, есть родители, которые родили тебя. Ну, это провокационный вопрос. Да, да, да. И ты, ну, в принципе, так, шутку правильно ответил, но это вот именно в суде нельзя так отвечать. Это ты между собой, мы можем так разговаривать. Ну, понятно, понятно. Ну, и вот, и так, и как бы она сказала. Ну, ты его, говорит, видел творца вот этого? Я говорю, нет, не видел. Нет, и честно говорю, не видел. Вот так, короче, получилось. Ну, а на меня как бы получилось, что там же как бы сама жалоба была написана, там нет такого, что персоны и все остальное. Там просто Даня Надежкин под управлением автомобиля был в тот момент. В следующий раз, если такой вопрос зададут, ты его видел, надо было еще добавить. Нет, не видел. И Российскую Федерацию тоже никогда нигде не видел. Не, ну, я думаю, что у нее, вот, правильно, вначале, как ты сказал, то, что учреждает только физлица там и все. Да, да, да. Именно учреждает, то есть она тебя поймала на том, что тебя кто-то, кто-либо учредил. Все, она просто задала вопрос и поймала на это меня, получается. Да, но она поймала, но неоднозначно поймала, то есть она неправильно вопрос задала и не продолжила эту тему. То есть она, ну, как тебе сказать, не в ту сторону начала копать, а ты вовремя остановил эти попытки. То есть, вот видишь, ты опять прикрылся, вот как я в последнем видео рассказываю, что за мной стоит Творец, на все воле Творца. И ты, по сути, прикрылся Творцом, то есть ты сказал, что за тобой стоит Творец, а против Творца она не может попереть никак. А, вон она как-то работает. Атака на Творца, если она совершит атаку на Творца, то самое короткое определение слова Творец, это Творец, это все. То есть, если она совершит атаку на Творца, то она атакует весь мир, вообще все, там, и Вселенные, и параллельные, и атомы, и промежутки между ними, и тебя, и себя. То есть она и против себя пойдет, а потом еще и обратку от Творца получит, то есть от всего на себя. Ну и, как бы я сказал, это не по существу вопрос ваш, я говорю. Не по существу дело. Никогда так не отвечай. Не надо так говорить, да? Смотри, в судах рассматриваются дела по существу, то есть есть определенная стадия рассмотрения дела, именно по существу. Вот это слово по существу, если ты его произносишь, то ты, по сути, высказываешь свое мнение по процессу, то есть ты входишь в процесс этими словами. Все, 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 понял, 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 понял этот момент. И она меня вот привязать, кстати, вот в жалобе написала, вот Воронкова, как бы, что ты там за рулем ты был, в этой фамилии, имя, отчество. Ну вы, это же, говорит, ты здесь, ты же был за рулем, в автотранспорте. Я, когда у меня как в голове, как бы, все, там, зомби перемыкать начало, я уже, как бы, не соображаю, как мне правильно ответить. Ну я молчал, я как бы, ну там же, говорю, все написано, вы же читаете. То есть вот так я говорю. Ну, в принципе, правильно, да. Когда не знаешь, что ответить, лучше молчать. Вообще, запомни, два, две главных фразы. Не припоминаю, то есть память отшибла, не припоминаю. И второе слово, это затрудняюсь ответить. Все. Затрудняюсь ответить, ага. Не припоминаю, затрудняюсь. Да, если она просит что-то тебя вспомнить, поясните, не припоминаю, затрудняюсь ответить. Можешь комбинировать. Угу, угу, затрудняюсь ответить. Понятно. И, ну вот, вот такая ситуация произошла. А до этого, вот, который суд я тебе посылал по электронке, она меня вытянула на физлицо, потому она сразу, это, лицо поменялось в ней. И ты проиграл это дело, да? Ну, проиграл, ну, я посмотрел, что там материал сделал. С областного суда апелляции возвратить, мне кажется. Ну, вероятность большая. Вероятность большая чего? Того, что возвратят обратно сюда, в этот районный суд, на доработку. То есть неправильно. Возвратят, это не факт, что выиграешь? Выиграю, потому что документы-то я с другими приду. У меня документов не было толком никаких. Я подписал документы, я не менял там в этих документах ничего, там объяснение, понимаешь? Она, волеизъявление. Папашка, я не согласен, я написал там, понимаешь, сам. Потому я и проиграл. Я вписался в процесс там. Да, да, да. Как я и пояснял, что если подписываешь протокол, пишешь несогласие, все, все, ты ввязался в процесс. Вот потому она в лице поменялась, я только ее разозлил своими сломаниями. Живой мужчина, там, вот эти. Блин, ну такие вещи надо на видео снимать. Прям три ноги выставлять там эти, селфи-палки, штативы, короче, свет, операторов приглашать. Вот и прям крупным планом их снимать. Ну, да, но суть-то в чем, что она затряслась. Она же тогда мне удостоверение показала, она не знала, что у меня видеозапись идет. Она тебе еще и удостоверение показала? Да, я говорю, а как я могу убедиться? Она мне с подписью Путина приносит удостоверение. Подожди, подожди, это вот в этот раз, когда ты... Не, не, не в этот, а это до этого, который я тебе видел. А, вот, вот про это и говорят тем живым мужчиной, с которым я разговаривал. Они говорят, что они показывают свои документы только тем, которым они 100% определили физическое лицо. То есть недееспособное, какое-то непонятное что пришло и пытаются себя... Да, 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 да. Это вот я потому, что они меня подловили вот этими бумажками, которые погунули. Просто я говорю, это обязательно подписывать вот эти документы? Они говорят, да, обязательно. Вот в этот момент, в этот момент как себя вести? Вот эти объяснения подсовывают вот это вот. Запомни одну простую вещь. Как только от тебя что-то требуют, всегда произноси фразу. Каким нормативно-правовым актом вы регламентируете свои требования или свои действия? Угу, угу. Назовите закон. Я хочу получить за то, что я заплатила. Вы обязаны знать законы и исполнять их на территории того государства, в котором вы находитесь. А вот вы обязаны. Вот я вам называю, что вы все отнарушаете, значит, кодекса административных правонарушений, статья 19.3. Вы клятву давали? Это не ваше дело, кто мой клятву давал. Как-то не мое. Не ваше. Вы на службе? И вас-то какое-то дело касается, да? Как-то. Вы в форме. Я вам предъявил удостоверение? Нет, не предъявили. Я вам предъявил удостоверение, присутствие 50 человек. Нет, я не успел прочитать. Я... Мне жаль, что вы плохо читаете. Как-то плохо. Угу, угу. Назовите закон. Где прописано, что я обязан что-то тут подписывать? Угу. Это в случае, если ты там с полицейскими, приставами, там, неважно с кем, с любыми. Это твоя защита. А если ты хочешь не защищаться и не атаковать, то лучше всего говорить, не хочу. Нет на то моей воли. Угу. Не хочу просто. Вот дурачка включить, а что значит обязан? А где написано, что я обязан? А я первый раз эту бумагу вижу. А раньше я без них всегда все делали. А с чего это? А с каких-то пор? А кто это решил? А зачем? А я не хочу. А мне вообще нет. Я не понимаю, что тут написано вообще. Да я даже читать не хочу. Не хочу. А что они? А у тебя, тебе не подсовывали никакие в суде бумажки? Да, постоянно раньше подсовывали. Ты знаешь, сколько бумаг подсовывали. Да, когда меня в этом год назад в Екатеринбурге задержали, повезли, там тоже много судилища были, это все проиграли, бесполезно, короче. Тогда я не применял тему живых. Все по законам РФ пытался. Так вот меня перед камерой, короче, повезли в больницу. То есть, нужна была им справка, что типа я здоров и не опасен для других сокамерников. И привезли в наручниках в больницу. Я говорю, ну снимите наручники. Он говорит, не убежишь никуда. Не, не, сними. Ну, он снял и стоит рядом. И говорит, вот, знаете, две бумажки, короче, надо заполнить, прежде чем к доктору зайти. Я смотрю бумажки, там что-то согласие на медицинское вмешательство и согласие на обработку персональных данных. Я беру ручку, короче, и быстро так крест на весь лист, перечеркнутый, и там пишу без ущерба и роспись. Переворачиваю, там, согласие на обработку персональных данных. Тоже крест, короче, без ущерба и роспись. Все, говорю, заполнил, пошли. Ну, заходим к доктору, полицейский передает ему, говорит, вот он, говорит, заполнил. Доктор посмотрел, говорит, ну, говорит, а что я сделаю? Он все, это, он все зачеркнул. Говорит, ну, а этот полицейский, ну, а как я его повезу в камеру? Мне же нужна справка, хоть что-то выпиши, говорит. Тот такой смотрел, смотрел, смотрел такой, на меня, на него, говорит, на меня смотрит, говорит. Ну, что ты, говорит, здоров? Я говорю, здоров. Жалобы есть? Нет. Ну, ладно, сейчас я ему выпишу, говорю. Что ты взял там, выписал? Все. Все. Так мне этот доктор потом в конце, после этого, сделал подарок, как осознанно. Он сразу это осознал, кто перед ним, потому что 99% подписывает, все не глядит. Все, я понял. Ну, вот таким образом получилось. И вот сейчас, как бы, я вот, мне тема интересная по ЖКХ. Сейчас я вот оферту, вот, ребята, Иосиф Сталин, что ли, эконом-2. Вот там них прям такую хочу переформатировать, через живого, вот эту оферту выставлять, грубо говоря. Если они в суд подают и выигрывают, они определенную сумму мне должны выплатить. А тем самым акцептируют. Да-да-да. Вот это крутануть хочу сейчас вот по ЖКХ, по всем. Действуй, действуй. Смотри, я в этой теме, ну, как бы, уже я рассказывал предысторию, что эти оферты выставляют больше трех лет. Многие, все, почти все выставляют. Ну, я ни разу не слышал, чтобы кто-то до суда доводил. За последние три месяца я уже со всех сторон получаю и, как сказать, и по большому секрету, и так, и всякие вот эти оферты и информацию, что народ пошел в суд. То есть, они не просто оферты выставляют, они потом досудебку выставляют и потом иск в суд подают. И мне это все по секрету сообщали. А потом прислали вот это видео, и, то есть, вот этот мужчина из Перми, он первый, кто об этом заявил открыто и выставил все свои документы. И еще и доказал, что бибарики не являются билеты Банка России денежными средствами. Еще и постановление приложил о принятии иска в производство. То есть, вообще молодец. Вот так вот, если бы каждый поступал, выкладывал документы, еще инструкцию давал четкую, было бы вообще замечательно. Ну, вот я по его схеме как раз написать можно любую цель, ну, бибарик. Да, да. И суть 300 рублей заплатить за иск, если вдруг что. Добро, добро. Так, ну что я, это, по этому судилищу есть еще какие-то информации? Ну, по судилищу, значит, какая информация еще? Ну, как бы она, знаешь, вот еще момент мне, как бы, типа ты какую-то секту там вступил, блядь, брат. Ну, типа, кто там, что-то говорит там, ну, вроде, ну, понимаешь, да? Такая психологическая маленькая она поддавила, вроде. Ну, это кто, а кто на тебя надавил? Судья, судья. Она тебе сказала, что ты сектант? Ну, ну, не, она не говорила сектант, но вроде кто-то вам там говорит, типа, а вы слушаете. В смысле, слушаете? А что же она, а с чего она тогда аферту выставила? Давайте договоримся. Не по закону, а по понятиям давайте решим наш вопрос. А? С чего это? Я не знаю, вот я почему говорю. Вот ты мне скажи, кто и когда договаривался с сектантами? Ты мне можешь такой пример привести? Пришел какой-то там, я не знаю, в белом весь, я не знаю, там, с какими-то амулетами и все, заявляет. Я там аватар творца, десятый там, от пятого колена. Все, я, типа, ваш суд тут отменяю. И все, и с ним начинает договариваться. Ты где-нибудь такое видел? Ну, нет, конечно. Я не видел. Ну, да, да, да. А с тобой начали договариваться. Ну, да, получается, это, как считается, это не уровни как раз, не второй акт. Или как вот это считается? Ну, я не знаю, это надо смотреть. Для этого видеозапись нужно делать обязательно. Как минимум аудиозапись. Вот как я тебе сейчас твоих слов через испорченный телефон могу что-то сказать. Это надо каждое слово, каждую букву слушать. Я тебе файлы скину, ну, просто не общего пользования, послушай. Как бы послушаешь, скажешь свое мнение, если что, созвонимся с тобой. Добро, добро. А я тогда в эфир пущу только вот наш с тобой разговор. Ну, да, то есть там, в принципе, да. А по видео посмотрим, потому что нам все-таки хотелось бы до конца дожать. И как бы, если помочь людям, ну, даже вести себя, защитить себя вот так в дальнейшем. Вот смотри, многие мне вот такие истории рассказывают. Многие вот звонят, говорят, Антон, у меня там победа или пишут. Я говорю, а видео есть? Нет. А аудио есть? Нет. А что я, говорю, людям покажу? То, что мне кто-то позвонил и что-то сказал, ты даже свое лицо не хочешь показать. Ни имя, ни отчество, ничего не называешь. Ни город, ни фамилии судьи. Вообще ничего не даешь. Я должен вот об этом рассказывать людям? Я не хочу быть сплетником. Ну, это да, это все-таки целый труд. Это не труд, это, понимаешь, это надо высвечивать, надо свои слова всегда подтверждать вот этими видео, аудио и так далее. Что я и делаю, я всегда все выкладываю в открытый доступ. Нате, смотрите, вот документы, вот видео, вот мои действия, вот предыстория. Все, берите и пользуйтесь. А вот эти ребята, которые, мне интересно, они вот типа вот как раз с Перми паренек сейчас вот по паспорту решил проехаться. Ты же смотрел видео его, нет? В смысле по паспорту проехаться? По паспорту проехаться, то, что он же вырезал фотографии с паспорта, отправил их там куда-то. Потом участковый его вызывает, типа административку на него, в связи с тем, что он паспорт испортил или что-то еще. Вот он и его последний сейчас видео. И он тему П1, вот как раз в выписке, там написано, что это образец выданный. То есть это не паспорт, а образец. Это не образец. Смотри, в паспорте стоит печать круглая, маленькая, которая по всем законам РФ ставится только на копиях документов. То есть паспорт – это копия некого документа. Мы пришли к выводу, что паспорт является копией документа под названием форма 1П. То есть форма 1П – это изначальный документ, а паспорт является его копией, заверенной. Я хотел вопрос задать, если можешь ответить. По поводу вот этого, то, что с регистрации ты снимаешься, грубо говоря, да? Вот это поподробнее. Ты с этими ребятами общался дальше? Ну, подожди, пока эта тема под секретом, потому что все в процессе. Ну, пока не буду распространяться на эту тему. Да, да, да. Вот это интересная тема, конечно. Грамотно там. Опять же, если мягко получится и не ходить в суды, конечно, это было бы вообще больший алатаж по итогам. Да ну ты что, как не ходить? Там такие видео шикарные получаются. Ты что? Не, ну, да. Но видео шикарные. Я, допустим, не блогер, да, допустим. Мне свое время терять, к примеру, особо не хочется. Тем более в спектакле. Они же сказали... Слушай, а как бы ты выиграл вот этот процесс без моего видео, без моих наставлений? Без моих документов? Навряд ли бы я выиграл. Ну, так а что? Когда до вас дойдет, что нужно вместе это все делать? Я понимаю, что у тебя нет времени. Тебе неохота возиться с видеокамерой, тебе неохота возиться со звуком, тебе неохота селфи-палки покупать, выставлять эти штативы, выставлять моноподы, треноги, короче. Следить за звуком, еще за видео, и чтобы батарейка не села, еще зарядку с собой иметь, еще удлинитель иметь, если зарядка сядет. Неохота потом это все монтировать, собирать все въедино. Монтировать это самый сложный процесс, который никто никогда не видит, но это 90% от трудов всех. Это вот никто не видит, это тоже труды. Я понимаю, что вам это все неохота и лень этим всем заниматься, потому что это очень много времени отнимает, и это очень трудно. Ну, а кто этим будет заниматься? Я вот занимаюсь, я стараюсь для вас, чтобы у вас вот такие результаты были, чтобы у нас у всех были такие результаты. Да, да, я понял, я понял, конечно. Поэтому я говорю, народ, хотя бы видео, хотя бы аудио снимайте и выставляйте, я сам все смонтирую за вас, я 90% трудов за вас делаю, хотя бы видео и аудио присылайте. Я понял, понял. Я говорю, у меня в принципе есть, пусть она плохенькая, я тебя пошлю, посмотришь. Добро, добро, для себя, для ознакомления послушаю. Да, 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 да. Ну, все, вот пока в принципе, вот я говорю, по мере поступления я сейчас тренируюсь вот по этим административкам, вот, по мере поступления. Ну, а вот эти рычаги, то есть, вот, если, допустим, хотел твое мнение спросить по поводу, если, вот, допустим, вот это, с камер видеофиксации приходят фотографии, или они вообще полномочия какие-то должны иметь, или это все, как бы, не обращают внимание в суд на это? Гаишники вот те же самые, у меня автомобиля нет и не предвидится, и я, как бы, в этой теме вообще не разбираюсь и даже не сталкивался. Ну, это такая же полиция, понимаешь, они, по сути, должны иметь доверие. Полиция намного хуже. Гаишники, они имеют дело только с водителями. Очень-очень-очень редко имеют дело с какими-то там пьяными, там, наркоманами и дебоширами всякими, очень редко. А вот полицейские, вот на них вся вот эта вот, и наркоманы, и пьяные, и эти, бытовуха вот эта вся поножовщина, трупы, это все на них ложится. Поэтому полицейские намного жёстче, и, как тебе сказать, с ними намного труднее общаться, чем с гаишниками. Это я точно знаю. Потому что труд гаишника и труд полицейского, это несравнимые вещи, это разные вообще вещи. Ну, просто я почему бы вас за эту тему затронул, во-первых, они бабла собирают с народу, блин, очень много, блин, грубо говоря, бывает их. Ты же понимаешь, что так происходит? Ну, во-первых, не с народа, а с физических лиц. Ну, понятно, но это же наши же люди, которые рядом с нами ходят, понимаешь, вот о чём я говорю. Пусть они и физические лица, но они опять не достойны, чтобы их вот так обманывали. Так, в том-то и дело, что грабят только физических лиц. Так вот, чтобы таких грабежей было как можно меньше и таких физических лиц было как можно меньше, вот для этого мы и трудимся. Чтобы люди перестали себя ассоциировать с физическим лицом и просыпались и осознавали, что они живые, что они мужчины и женщины, а не какая-то бумажка под названием паспорт. Ну да, я согласен с тобой полностью. Потому и как бы эта тема, я говорю, там тема, это в принципе там всё просто. Там главное, вот по какой я теме выезжаю. Там два человека в страховой полис ОСАГО вписан. И получается, как бы при нарушении приходится штраф. Подожди, 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 Дмитрий. У нас сейчас это, я хочу закончить видео, чтобы потом не перемонтировать. Это тоже труды. Поэтому в судилищу есть ещё какие-то дополнения? Да. Ну нет, я просто хотел бы видео тебе послать, чтобы посмотреть, ознакомился. И как бы, если что. А так, основные моменты, я так вот, которые ты сказал, я запомнил. Слушай, так ты себя как заявил? Человек или человек-мужчина? Живой мужчина с именем собственным Дмитрий. Во, молодец. Да, то есть вот. И в каких-то моментах соучредитель персоны ДА Надежды. Ну это уже там побочные. Самое главное вот это, что живой мужчина и хозяин имени такого-то. Неболе изъявления. Я вот тяну руку, но не могу тебя пожать, потому что ты на экране, а не вживую передо мной. Но я всё равно тебе жму руку. Молодец. Молодец. Я рад, что я немножко, чуть-чуть причастен к этой победе. Но это не чуть-чуть, это полностью твоя заслуга. Не-не-не. Моя максимум на 50. Всё остальное ты сделал. Там живую непосредственно присутствие. Ну, присутствие, но ты понимаешь, что это должен, это как бы всё равно без твоих знаний. Если бы я не слушал там постоянно, вот грубо говоря, вчера слушал, каждый раз повторно прослушал все твои вот эти моменты. Ну я тебе сразу скажу, это не мои знания, это наши знания, всеобщие. Вот где-то ты мне позвонил, рассказал, где-то другой человек. А я потом это всё выдаю, и я не претендую на эти знания, что я автор именно этих знаний. Я выдаю общую информацию для всех. Ну да, я просто от тебя получил эту информацию, притянул её. То, что она нужна мне, она ко мне пришла. Вот так могу сказать. Так оно и произошло. Значит, всевышняя воля такая, что распорядился он помочь через себя. Информация мне пришла. Вот так получилось, я считаю. Ну, благодарствую, благодарствую, что реакция поступает. Я всё ждал, когда же, когда же поступит, кто же первый осмелится этим. Да ну, понимаешь, ну устали, ты бояться, ну сколько мы можем бояться? Вот вопрос. Люди пусть себе зададут. Сколько, а когда им надоёшь бояться? Вот. Страх же, в основном, на страхе всё построено. Дело не только в страхе. Когда ты перестанешь бояться, у тебя появится желание во всём этом разобраться. И у тебя ещё какое-то время уйдёт на то, чтобы разобраться. То есть набраться теории, потом эту теорию на практике проверить. И только потом получить умение. То есть умение, это не... Вот теория плюс практика, это есть умение. Умение невозможно ни забыть, ни потерять, ни... Ну, вот как говорят про велосипед. Один раз научился, и всё. И это умение на всю жизнь. Вот такие, когда у тебя будет умение, вот тогда всё будет получаться. Да, ну и тут основная, всё-таки я вот для себя решил. Просто ты хочешь этого, не хочешь, боишься ты, не боишься. Ну, сколько ты можешь бояться? Вопрос себе. Самому надо задавать. Мы... Жизнь, жизнь, она же не такая длинная. Не тысячу лет идёт, правильно? Вопрос всегда возникает, а как бы, ну вот ты будешь, как тварь дрожащая, так назовём будет. Сколько ты по времени будешь таковым являться? Все 90 лет, там, или 60 лет, сколько бог от придёт? Вот смысл в чём. Задача, вот это вопрос. Ну что, заканчивай. Подвигу, 40 минут разговариваем. Надо пожалеть наших учителей, чтобы видео получилось короткое и информативное. Благодарствую тебя за обратную реакцию. Вообще доволен, рад и жму тебе руку. Да, я сегодня в ответ тоже очень рад, доволен и большое спасибо тебе и всем тем, кто этими вещами занимается и информацию дать. Все, давай. Благодарствую, успехов, обеда. Счастливо, удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok